Две громких истории в России разворачивались на наших глазах последние дни. Угроза чеченских силовиков отрезать головы оппонентам и приговоры подросткам по террористическим статьям. И в главной теме я, Александра Шапалина, предлагаю поговорить про них вместе, потому что они очень красочно показывают, как работает российское правосудие. Мы следили за тем, как один за другим высокопоставленные силовики Чеченской республики и депутат Госдумы от Чечни вслед за главой республики Рамзаном Кадыровым публиковали видео с угрозами жестокой расправы в адрес членов семьи федерального судьи Сайди Ингулбаева. Но реакции властей не было, хотя заявления высокопоставленных чиновников вполне созвучны со 119-й статьей Уголовного кодекса России. Но ни уголовных дел, ни смещения с должностей, ни даже какого-то публичного осуждения от российских правоохранителей не последовало. Вместо этого глава Чечни Рамзан Кадыров записывает видео сразу после внеочередной встречи с Владимиром Путиным, где говорит, что рад служить России. Наш многоуважаемый президент, господин Владимирович, всегда поддерживает нас. Мы этому рады, служа, народу, служим президенту на все 100%. И вторая история, которая обрела громкий финал на этой неделе. В Канске 16-летнего подростка суд приговорил к пяти годам тюрьмы, а двух его товарищей к трем годам условного срока. Делали ли они публичные призывы резать головы? Клялись ли утопить в крови семью федерального судьи, будучи государственными чиновниками? Нет. Они, когда им было по 14 лет, расклеили в своем маленьком городе листовки в защиту политзаключенных и играли в Майнкрафт, где построили виртуальное здание ФСБ, которое хотели взорвать внутри компьютерной игры. Стоит ли это пяти лет колонии? Российский суд счел, что да. В своем последнем слове на оглашении приговора Никита Уваров сказал, что если ему дадут реальный срок, отбывать его он будет с чистой совестью и достоинством. Закон должен быть суров к тем, кто сознательно пошел на тяжкое преступление, нанес ущерб жизни людей, интересам общества и государства. И, конечно, закон должен быть гуманен к тем, кто оступился. Также российский суд счел, что Зарема Мусаева, 59-летняя жена федерального судьи Сайди Ингулбаева, которая была силой задержана чеченскими полицейскими в Нижнем Новгороде и вывезена за 2000 километров в Чечню, тоже представляет опасность для общества и должна сидеть в СИЗО. Суд отказался отпустить Зарему под домашний арест по преступлению, которое она, вероятно, вообще не совершала. Зарема этого не то, что не помнит, она говорит, что такого не было. Она никого не била, ни на кого не нападала, никого не царапала. Но, несмотря на это, во-первых, в отношении нее вынесло суд постановление, ей дали 15 суток административного ареста, ее посадили в спецприемник, куда к ней не пускали адвокатов на протяжении длительного времени. А потом еще возбудили на нее уголовное дело за нападение на полицейского и посадили ее в следственный заряд, рожда 1 апреля. Зарема страдает от диабета, и она зависит от уколов инсулина. По закону она не могла отбывать административное наказание в спецприемнике, но суд решил иначе. Зарема рассказала адвокатам, что пока она ехала, ее везли сутки, ей не давали инсулин, ее не кормили, ее не поили. Но даже на видео прекрасно видно, в каком она тяжелом состоянии, как ей плохо. Она еле-еле головой машет, у нее полузакрытые глаза, и действительно видно, что ей плохо. Как она в таком состоянии напала на полицейского и расцарапала ему лицо, совершенно непонятно, и логике не поддается пока. Новгородские следователи, которым было подано заявление о преступлении, о применении насилия к федеральному судье и членам его семьи, просто перенаправили его в Чечню. И вот эту часть третью статьи 286, а именно превышение должностных полномочий с применением физической силы, незаконным применением, должны расследовать в Советском районе, то есть в Следственном комитете России, то есть в Следственном управлении в Нижегородской области, Нижнего Новгорода. А действующего на тот момент федерального судью Сайдин Гулбаева, вместо того, чтобы обеспечить государственной защитой и дополнительной охраной, положенной ему по закону, просто лишают статуса. Конечно, я этого не ожидал, потому что прекращать этот статус нет никаких оснований. В законе это указано. Это можно делать только если я получил гражданство или вид на жительство в другом государстве. Мы обжалуем это решение высшей квалификационной коллегии судьи России. А как на это все отреагировал Кремль? Ну, вообще фантастическая история. То есть, конечно, согласитесь, что мы предпочитаем не верить просто вот таким сообщениям без каких-либо подтверждений. И с тех пор, как стало понятно, что история более чем реальная, Кремль ограничился назначением профилактической беседы Валентины Терешковой с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Цель – разъяснить, какие есть законные способы борьбы со своими оппонентами. Чеченские силовики, записавшие аналогичные Делимханову обращения, никак за них не ответят. Я – это Россия, но Россия – это я. Дело каннских подростков проходило в закрытом режиме. Осудил их военный трибунал. Обществу не предъявит никаких доказательств вины. Ребенка, который почти год провел в СИЗО, попав туда в 14 лет, теперь отправят в тюрьму. Я сказала в коридоре, я кричала в коридоре, что это позор. Позор. Вот что сказал Никита на одном из своих судов. Я не смогу рассказать суду о том самом терроризме, в котором меня обвинили следователи, так как его в моей голове и в моих мыслях не было. Я ребенок, который хотел казаться взрослее в глазах сверстников и друзей. Я не террорист. Государство обладает монополией на насилие. Эту функцию государству передает народ, ожидая, что государственный аппарат будет применять насилие в рамках установленных законов. Все должны оставаться в рамках закона. Все. Вот только получается, что одни прилюдно, без тени стеснения нарушают закон и не несут за это никакой ответственности. Другие закон не нарушают, но правоохранительная и судебная системы наказывают их вопреки букве закона. И все, конечно же, равны. Но некоторые равнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова